Свининников Викул Иванович В конце 43-го, в начале 44-го попали мы уже на фронт. Меня привезли нас на 4-й Украинский фронт. Это перед Перекопом уже наши войска стояли, наша дивизия стояла на Перекопе. Это Перешея, где Крым начинается, там январь стояли, февраль, всю зиму, короче. В апреле числа 12-го, сейчас я толком не помню, во сколько начали освобождать Крым. До самого мая шли бои, задержались перед Севастополем, но, наверное, неделю готовились к штурму Севастополя. Здесь командира батареи ранило, снайпер подшипывал его. Меня начальник артиллерии назначил командиром батареи. Начали штурм Севастополя. Половина почти Севастополя уже была в наших руках, но там все, Севастополя, он страшно же был, разгромный, разбит, разбомблен. Моя батарея стояла на северной стороне у самого уреза воды через Северную бухту. Наши начали штурмовать через Северную бухту на лодках, на подручных средствах, стрелковые подразделения. А мы с берега поддерживали огнем. Там крутой очень берег был. Прямо в берегу были пулеметные гнезда немецкие. И вот мы подавляли, а фашисты, Новодетович там никуда не спрячется, из пулеметов начали наших резать. Мы-то были уже на берегу, начали бой начался. А тяжелая артиллерия дивизионная, она отстала. И мы вот только эти полковые пушченки, 76-миллиметровые были пушки образца 1927 года еще. Вот ими и стреляли. Пока подошла артиллерия, развернулась на берегу тогда уже. Потом, когда они открыли огонь по-настоящему, вышла баржа. Немцы подцепили там в южной бухте баржу наливную, видимо, с нефтью. И хотели увезти ее. А там обычно, на Херсонесе, там скопилось немцев чертова уйма. Но их, в общем, артиллерия и все время там громили. Баржу эту подожгли. А вот в поджоге этой баржи и наши пушченки принимали участие. Даже мы свои разрывы видели. Пока этот бой кончился, мы уже за Севастополь, к этому Херсонесу уже поджимали. Огневые позиции заняли. И началась артиллерийская подготовка по Херсонесу. Причем вся артиллерия, которая была на ходу в Крыму, живая еще оставалась, ее подтянули. Там огня было чертова уйма. Катюши, дивизионы, несколько дивизионов, такой огонь открыли, что этот Херсонес просто-напросто горел. Все там горело. Продолжение следует... Продолжение следует...